В первый день заседания участники обсудили вопросы развития туристско-рекреационного комплекса России и потенциала регионов. Приоритетной задачей туристической отрасли остается качество услуг, которое, несомненно, зависит от квалификации профессионального уровня сотрудников санаторно-курортного комплекса. Поэтому особое внимание уделяется обучению персонала в отраслевых университетах. И сочинским вузам уже есть чем поделиться. Тот опыт, который был получен во время подготовки и проведения зимних игр, дал большой толчок в развитии туристической сферы не только в Сочи, но и крае. И вопрос заполняемости отелей и гостиниц в постолимпийский период остается актуальным. Сейчас все эксперты, профессионалы несколько месяцев уже занимаются программой не только как наполнить зимний сезон, это было бы уже поздно, но и как подготовиться к следующему году. И потому что количество новых комнат огромное здесь, мы сами себе не поможем. Здесь должна быть поддержка правительства, поддержка администрации, министров, потому что мы уже говорим о логистике, о возможности, которая направит тысяча-тысяча новых гостей в Южную Россию. Советом глав государств Содружества 2014 объявлен годом туризма в СНГ и вопрос развития многостороннего взаимодействия в области туризма в постсоветском пространстве стал главной темой конференции. В странах Содружества с 2011 по 2013 год появилось более 40 новых маршрутов, включающих курортно-санаторное лечение, что, по оценкам экспертов, увеличило поток туристов в Беларусь, Украину, Армению и Россию более чем вдвое. Рост есть и сезон удался. Я надеюсь, что в следующий сезон мы динамику не потеряем. Для этого и нужны такие конференции, нужны вопросы продвижения. Больше было вопросов, может быть, связанных с продвижением Олимпиады прошлые годы. Сейчас надо уже продвигать, безусловно, наши курорты. И я думаю, мы с этой задачей справимся. По результатам конференции будет принят проект дорожной карты по сотрудничеству и формированию согласованной политики в вопросах развития туризма на пространстве СНГ. Татьяна Нагорская, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.